Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас боли в кишечниках, отдающие как в грудь, так и в спину. Чаще всего это синдром раздраженного кишечника, так западная медицина нам говорит. Но также есть отравление, газообразование, и все это может привести к воспалению кишечников. Как проходят наши кишечники, здесь анатомический сайт, и вам в помощь. Мы вам помочь не можем, потому что видео займет очень много времени. Что нужно знать согласно восточной медицины? Согласно-западной медицины, там на ней только боли. А вот восточная медицина, здесь нужно рассматривать больше теорию инь и янь. А почему? Потому что живот это инь, спина это янь. На спине мы видим проходит самый длинный меридиан мочевого пузыря, самый большой, скажем так, на нем размещено 67 акупунктурных точек. Из них большинство точек, что являются точками шу, точками выхода энергии с нашего органа. Вот я показываю меридиан поджелудочной железы. Мы видим, что он контролирует, что живот. Живот это инь, поджелудочная это инь, спина это янь. Вот когда у человека начинается разбалансировка инь и янь в виде болев проявления кишечника, которые отдают и в спину, и в грудную полость, то здесь лучше всего играют роли точки шу. В 20 пишу и не только. Почему мы сказали и не только? Потому что не только в эту точку может отдавать боль в кишечниках. Вот она здесь на передней части тела начинает зарождаться в животе, а отдает в точку В20 пишу. Эта точка является точкой скорой помощи. Ее нужно расслабить, вследствие чего, что выйдет эта энергия, которая породила дисбаланс между инь и янь. Вот и все. Но провести диагностику необходимо. Почему? Потому что все 12 меридианов контролируют своими внутренними ходами наш с вами желудочно-кишечный тракт. И нужно знать в каком состоянии также наши с вами меридианы. Дабы что больше не дать разбалансировки иньской и яньской энергии. Помните, когда разбалансируется иньская и яньская энергия, это хуже некогда. Особенности проявляются в боли. Почему? Потому что очень тяжело сгармонизировать инь и янь. Не верьте там, как некоторые специалисты говорят, вот там нажми на эту точечку и баланс инь и янь восстановится, гармония восстановится. Нет. Сначала надо с помощью точек шу, точек шу, что вывести эту избыточную энергию, которая и порождает дисбаланс. А уж потом навести, что порядок между инь и янь. Вот в чем вся философия. Сначала точки применяются как точки скорой помощи, а потом точки как точки нормализации. Но для точки нормализации необходима диагностика 12 меридианов. точка скорой помощи при боли в кишечниках, отдающей в спину и в живот и в грудь и по всей брюшной полости. Просто данная точка расслабляется. Спасибо за внимание.